привет парни в общем делаю отстрел своим новым егерем егер сп 5 и 5 полигональный стволик без чока стрелять буду пулями кс позе 2 и 7 грамм биатлонные пули дистанция 50 метров вот буду стрелять вот в этот кружочек дистанция 50 метров буду делать серию выстрелов у меня немного получается энергетика высокая все пошел на исходную значит дистанции 50 метров пули кс позе биатлонные масса 2 и 7 грамм и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот этот выстрел я пулю вставил наоборот, не носиком вперед, а носиком назад, извиняюсь, мой косяк, вот этот отрыв. Значит, вот эти четыре. Раз, два, три, четыре. Вот примерно вот такая кучка. Вот отрывчик один. Я его фиксировал. Я его видел, что он оторвался. А вот эти три, вот они три, довольно-таки очень кучненько легли. Вот, в общем, вот такой вот мой первый результат. Хочу сказать, что винтовку я сегодня только распечатал, ну, пристрелял ее. Сейчас я покажу эту винтовочку. Вот такие вот, вот такая кучка. 50 метров дистанции. Значит, вот это вот, я еще раз говорю, это у нас... Это я пулю всунул неправильно, потому что стреляю сладка. Сейчас пойдем на исходную. Так, а что у нас сзади тут посмотреть-то? Куда они прилетают? Что-то не видно. Все в дерево, в березу все ушли. В березу. Ну, да, ладно. На пробиваемость я буду в другой раз видос снимать. Сейчас я просто хочу кучку посмотреть. Ну, пошли. Теперь пойдем на исходную. Так. Это мой тир лесной. Оборудовал его специально для стрельб. Я сюда и зимой прихожу, правда зимой тут снега много. Вот исходная позиция. Вот виновник торжества. Егерь. Егорочка. Егорушка мой. Прицел стоит ща. 4,5 на 20. Известный, широко известный прицельчик от Володи из Питера. 4,5 крата. Очень, кстати, удобный, классный прицельчик. На кроне. Вот. Легенький. Легенький. Затыльничек Крюгера, кстати, очень удобный. Спортивный. Так. Это вот виновник торжества. А вот пульки, из которых я сейчас упасил. Вот они, КСПЗшные маслята. Я выкладывал фотки, замерял диаметр 5,6 у них. Длина 12,2 по-моему, миллиметра. Значит, вес 2,7 грамма. БК этих пуль 0,16. Эти данные есть в калькуляторе профессиональном, Стрелок ПРО. Там Борисов эти данные все ввел. Пуля биатлонная. Кстати, она очень похожа на шмайсерку, типа елея. Только без этого пояска, без нижней части. Значит, вот одну из пяти пуль я всунул не носиком вперед, вот лоток у меня. Я стреляю с лотка. Барабанчик, кстати, есть тоже. Он специально сделан под эти пули. Там расцверлиленно как-то, не знаю. Ну, мастер сказал, что там все входит. Но я не пробовал. Сладка как-то удобнее. Вот я всунул одну из пяти пуль я всунул не носиком, а задницей. Я еще почувствовал, что она как-то зашла не очень. Вот так вот. Значит, по рекомендации Димы Торхова, я эти пули осалил. Сделал осалочку. Они покрыты графитовым напылением графитовым. Я их осалил с помощью тефлоновой смазки. Аэрозоль в автомагазине купил. Вот. В банку прямо обшикнул. Вот. И перемешал. Вот. Они покрылись пленочкой. Вот. И, соответственно, скорость подросла. То есть, была 267, а сейчас 272. 272 скорость вот этими вот 2,7 грамма пультами. Вот такие вот эксперименты. Это первый видос мой с новым егерем Егорушкой. Значит, вот сеточка, калькулятор. Я тут рассчитал. Но это я буду проверять эту дистанцию все. Значит, если кому надо, все данные по пули, у кого нету профессионального стрелка, то они тут у меня есть по этой пули. Она, кстати, так и называется. Биатлон 22 ЛР Климовск, Россия, Россия. Вот. Там все данные видены. Драг функция я поставил GA. Ну, так как и рекомендовал Борисов. Только скорость надо будет переставить. Вот. Ну, завтра буду проверять всю сетку. Особенно меня интересует на 100 метров. Ну, и дальше, и побольше. Только придется, конечно, если больше 123 метров, придется уже перепристреливать не в крест, а в первый мил вверх. Вот такие вот пострелухи. Винтовкой очень доволен. Кстати, задувал в резервуар. По рекомендации 240. Сейчас 210. То есть, 5 выстрелов я сделал. С 240 до 210. Вот сколько жрет. Модр на этой версии малокалиберного егеря. Здесь Модр идет отдельно, внешне, как был и раньше. Считаю эту компоновку самую идеальную. Потому что все эти интеграшки, интегрированные, все это фигня. Это дополнительная нагрузка на ствол, тяжесть. Ствол проседает. Ну, может быть, даже не в этом дело, что он проседает. Просто этот егерь изначально проектировался с вывешенным стволом. То есть, без всяких интеграшек, интегрированных, дополнительных модераторов, которые накручиваются. Ну, в общем, вот такая версия. Все, в принципе, на сегодня все. Следующие видяхи сниму на дальничок и на пробиваемость. Хочу посмотреть, как эти пульки пробивают досочку, там, металл. Ну, посмотрим. Мощность, я так понимаю, тут приличная. Есть еще мысль заказать пули у Шмайсера. Ну, тебе будет 2,2 грамма. Соответственно, скорость повысится и придется понижать ее. Вот. Ну, все. На сегодня все. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok